Приветствую гостей и подписчиков моего канала. Меня зовут Елена Мерсанова. Я парапсихолог, занимаюсь этим более 10 лет. И сейчас мы с вами смотрим такой вопрос. Где же он и с кем сейчас? Говорится, где это за разом? Итак, что же вам нужно сделать? Будет загадать конкретного человека и выбрать одну цифру от 1 до 5. И мы сейчас посмотрим, где он находится. Хотя бы приблизительно. Стоите вообще его ждать и с кем же он находится, чем он занимается. Посмотрим, что нам на это отметят карты. Расклад этот все-таки общий. Не стоит его рассматривать прям вот конкретно. Но возможно, карты дадут вам какие-то советы, некоторые ответы, подсказки. Если же вам нужна вот такая индивидуальная консультация, то в описании к этому видео я оставлю ссылки на условия моей работы. Вы можете по ним перейти, ознакомиться. На индивидуальную консультацию у меня нет конкретных цен. То есть, как говорится, сколько не жалко, сколько дается. Но есть некоторые ограничения при работе онлайн. Также есть, конечно, личные консультации. Итак, где же все-таки этот человек и с кем он сейчас? Что же он делает? Посмотрим, что нам скажет карта. Где же он потерялся? Возможно, он на вас думает или же он на вас забил. Сейчас посмотрим. Конечно, тут получается всего 5 позиций, вариантов мало. И всего 3 карты. Ну, хотя бы, может, что-нибудь. Вы из этого узнаете. Итак, для тех, кто выбрал цифру номер 1. Где же он и с кем? Ответ получается. Устал он от жизни, он решил отдохнуть. Причем, скорее всего, тут компания друзей. И самое главное, лишь бы он не попал в... Как говорится, как по картам говорят, козерный дом. Потому что вполне возможно на фоне этого веселения для него, причем сюрпризно даже, получается, возможно, он туда и попадет. Так что, если он ваш муж и вы его потеряли, то звоните, в первую очередь, не в морге и в больнице, а именно в полицейские участки. Так что, ну, он решил гульнуть. Причем тут не имеется в виду женский какой-то пол, а именно вот покуролесить либо с друзьям, либо с другом. Ну, вот. Тут нету каких-то случайных знакомств. Подзагулял он, подзагулял парниша. Вот. Устал он от жизни такой. Решил он оторваться. Так что, вот, ответ, где он и с кем. Получается, либо, если он у вас пропал больше нескольких дней уже, вернее, больше одного-двух дней, то, возможно, вы идете по полициям и думаете. И тут можно через друзей познавать, потому что связано вот общий круг. Так, расклад номер два. Для тех, кто выбрал цикл номер два. Где же он и с кем? Интересно получается, мужчина почему-то спонтанно решил начать новую жизнь. Причем как-то вот чуть ли не с пустого, знаете, как места. Но он все-таки поймет, что он совершенно неправильно решил. Нужно либо переждать этот момент. Но дергать его точно сейчас не стоит. Это бесполезно. Во-первых, насколько он упрямый. Сейчас тем более он будет вам вешать лапша на уши. и говорит, что вот тянуть каждый раз резину какие-то искать и отговорки для одного, для второго. Он сейчас ведет себя, вот знаете, как ежик такой. Во-первых, у него идет полностью самообман. Вот подростковый максимализм включил, вот буду делать все на зло. конечно глупо, но к сожалению, так. Так что где он? Скорее всего, возможно, где-то у родственников, потому что получается именно у родственников, либо у дальних родственников, друзей, вот такое вот, потому что родственная связь, которая идет. Тут никак не гуляешь с женщиной, нет, этого нету, но вот решил сбрыкнуть, причем либо спрятаться, возможно, даже у мамы. Включил ребенка, бедный вы его обидели, несчастного такого, вот. Нужно ему как-то куда-то спрятаться, скрыться и делать все на зло. Так что ищите у родственников. У родственников и у родственников теряет друзей, потому что возможно там какой-нибудь дальний родственник, он же является другом. Либо у мамы там, у тети, не знаю, вот. Убедили ли он. Но возвращать сейчас на данный момент его все-таки не стоит. Пускай повредничает, сам потом придет. Самое главное вы для себя сейчас узнаете, где он, чтобы вам быть спокойной, более не придумать всякую работу. Так, расклад номер 3D для тех, кто был вёл только номер 3D. Где он сейчас и с кем. Но, к сожалению, расклад не в вашу пользу получается. Потому что, скорее всего, присутствует именно поиск нового объекта новой женщины. не могу точно сказать, есть ли уже там отношения, но, скорее всего, вот на начальной стадии, возможно, да, мужчины уже находятся в новом поиске. причем поиски довольно-таки в таком, интересно вообще у него поиск происходит. Только какая-то его зацепила, он перестает сразу же искать других. Он, вот, все свое внимание выделяет именно этому объекту. Но только где-то этот объект немножко его либо недооценил, либо вот где-то чуть-чуть сделал что-то не так. Все. Сразу он вырывается из этого круга и начинает опять поиск. Опять новый объект, опять прекращает, и опять кому-то попадает. Возможно, вы были тоже таким объектом, но вот где-то бы его полностью не удовлетворили его требованиям, его идеалам и тому подобное. Так что, где он и с кем находится в поиске, с кем тут точно, конечно, сказать нельзя, но вот тут касается именно женского полка. Так, расклад номер 4. Так, где он и с кем? Интересный такой расклад вышел. Тут есть несколько вариантов. Если вы на данный момент не женаты, то он, скорее всего, у своей семьи. Скорее всего, у человека все-таки есть другая семья, и он решил туда вернуться. Если уже наоборот, вы в браке, то тут выходит вариант, что он находится в каком-то определенном осознании именно насчет семьи. Потому что у него все крутится насчет семейных ценностей, потому что для него семья имеет очень большое значение. Чтобы он сделал какие ошибки бы он не совершил, он все равно остается именно семьянином в первую очередь. Для него семья на первом месте. Да, человек может пароль даже сходить налево, но вот в семье он как-то ошибка-то не вырывается. Причем возможно тут есть некоторый аспект в плане того, что почему пароль может сходить налево для того, чтобы во-первых повысить свою самооценку ясомец, во-вторых поднять свой определенный какой-то статус. Для него очень большое значение имеют его окружение, те же окружающие мужчины, почему-то у них как-то стереотипы такие вот у них в их окружении, вот у мужиков. Если ты всегда верен жене, значит ты какой-то лоб. Так что ответ где он и с кем сейчас на данном мысляме он точно со своей семьей. Но на данный момент вот как таковой лишней женщины в его жизни у него не присутствует. если же вы были как говорится в отношении женатого мужчины, к сожалению вас в его мыслях уже нет. Если же вы именно его жена, причем официальная жена, то он сейчас где-то с мужиками я не знаю может можно какой-то встречи решение каких-то вообще каких-то дел но как таковой женского лишнего пола тут нет абсолютно. То что он сейчас делает на данный момент это все для семьи. Но через мужчину пользуется так что вот такой ответ двоякий. так расклад номер пять для тех кто выбрал цифру номер пять. Где же этот мужчина и с кем он? вот к сожалению вас лично не обрадует ничем так как мужчина сейчас находится в поиске новой любви у него определенные какие-то встречи вас он разочаровался совсем чувства у него куда-то испарились но человек сам по себе он очень любчивый вообще любчивый но как таковой настоящей любви скорее всего он не испытывал никогда он даже не знает что такое так что он встречается с кем-то вот вроде эйфория влюбленность такие вау все потом разочарование для него же самого и вот на данный момент это касается в том числе и вас человеку нужна постоянно новизна новизна отношений если же становится все рутинно ему становится скучно уже неинтересно и он ищет новое так что на данный момент где он с кем он в поиске новых именно ему даже не важен в принципе сам человек ему возник взрыв эмоций новизны вот этого всего интересного если же вы находитесь в браке и вы хотите его вернуть семью попробуйте преподнести ему каждый раз что-то новое во-первых желательно поменять свой имидж это я даю вам совет если вы действительно все-таки хотите его вернуть поменять свой имидж потом получается очень хороший способ будущая с этим мужчиной допустим в кустеле попробуйте играть в различные ролевые игры быть в разных ролях для того чтобы постоянно вот у него были каждый раз новые какие-то эмоции попробуйте себя вести так как вот немножко раньше допустим вспомните какие отношения у вас были в самом начале где-то возможно нужно наоборот сделать попробуйте использовать различные различные роли сегодня вот такой завтра в другой через неделю там третья но к сожалению вот такой человек непостоянный ему важен я говорю что даже не сам человек а те эмоции которые испытывает этот человек да тяжело с таким но вот как таковой надежности тоже от него шибко ожидать не стоит тут знаете думайте сами нужно вам это или нет если все таки нужно то есть так сегодня мы рассмотрели такой вопрос где он и с кем карты дали некоторые советы конечно я говорю что не стоит воспринимать это все буквально потому что всего 5 вариантов всего 5 позиций очень мало вернее не зачастую лучше конечно рассматривать все это не твое и так я со всеми прощаюсь всем пока пока и до новых встреч субтитры